Добрый день, друзья! Добрый день, коллеги! Снова продолжается наш трек в Директ Академии, посвященный презентациям, некоторым нюансам их создания, особенностям работы. И сейчас, после завершения моего курса по презентациям, я хочу сосредоточиться как раз на том, как делать слайды для онлайн-выступлений, для вебинаров, для конференций, для зума, для вебинарной комнаты. То есть везде, где вы, как спикер, не можете присутствовать рядом с вашей аудиторией. Мы поговорим сегодня про особенности презентации для онлайн-выступлений. На следующем вебинаре поговорим про запись видеопрезентаций и программы, которые для этого будут нужны. И еще один вебинар будет посвящен одной конкретной программе OBS Studio, где я покажу, как делать совершенно невероятные и прекрасные вещи. Ну, начнем мы просто с общих особенностей, с того, чем презентации для живого выступления отличаются от презентаций для онлайна. И первое, о чем стоит упомянуть, это, конечно, то, что многое зависит от тех технологий, которые мы с вами используем. Презентации сами как жанр, да, как способ донести информацию появились довольно давно, и они всегда были завязаны на технологические возможности. То есть вот, например, как бы не рассказывали нам производители проекторов о том, что у них яркая картинка, прекрасно отображаются цвета, мы с вами знаем, что на практике картинка с проекторов всегда будет более блеклой, менее яркой, чем картинка, которая показана на экране. И если вы делаете презентацию, которая будет на LED-экране, на ЖК-экране показываться, то там не стоит использовать слишком яркие цвета, они будут выглядеть вызывающе, бить по глазам. А для презентации, которая будет показана на проекторе, наоборот, стоит добавить немножко красок или наоборот, полностью убрать цвета и использовать только черный и белый для того, чтобы изображение на слайдах было максимально контрастным. Вот это типичный пример того, как технологии диктуют нам, что и как мы должны делать в отношении презентации. Как лучше? Что лучше использовать? Проектор или ЖК-экран? Чем отличаются особенности презентации для одного или для другого? Это тот вопрос, который всегда встает перед тем, кто выступает на конференции или на очередном очном мероприятии. Вот еще один нюанс, который показывает отличия. То есть есть у нас вариант с яркостью красок, с особенностями отображений, с тем, что большинство проекторов и экрана для проектора все-таки предпочитается отношение 4 на 3, а не широкоформатное 16 на 9. А вот еще один нюанс – то, как выглядит спикер на фоне своей презентации. Несмотря на то, что экраны дают нам яркость, насыщенность цвета, они наоборот работают как контрсвет, делая фигуру спикера темной. И мы, сидя в зале, видим на его месте чаще всего вот такой вот силуэт. Силуэт больше внимания тягивает на себя презентации и меньше внимания привлекает на себя спикер. Когда мы используем проектор, наоборот, цвет от проектора еще лучше высвечивает, еще лучше показывает нам фигуру спикера, еще лучше видна его мимика и жестикуляция, но при этом от него падает тень, перекрывая какую-то часть изображения на слайдах. Тоже такой нюанс, к которому нужно быть готовым, когда вы делаете какую-то презентацию. То есть вот еще второй пример того, как технологии диктуют нам особенности подготовки презентации. И третий пример, уже более такой приближенный, более нам знакомый в последние года – это особенность выступления. Когда вы находитесь перед живой аудиторией, у вас есть лица, у вас есть люди, которые реагируют, при этом у вас либо ноутбук, где вы переключаете презентацию, либо вы наизусть знаете, какие слайды идут в какой последовательности и работаете уже только с кликером. У вас есть возможность полностью сосредоточиться на аудитории. Когда вы ведете презентацию в онлайне, у вас меньше возможности посмотреть в глаза вашим пользователям. И, например, если мы говорим про Zoom, вы включаете PowerPoint, включаете Zoom, и фактически вы находитесь в окне презентации, а не в окне видеоконференции. Вы можете иногда переключаться, но для того, чтобы переключать слайды, для того, чтобы рассказывать что-то, вы, как правило, полностью находитесь именно в самом окне PowerPoint или другой аналогичной программы. Контакт со зрителями, возможность с ними общаться потерян, даже не считая того, что многие не включают камеру, не смотрят на спикеров вживую, даже не считая этого, на компьютере, на онлайне тяжелее чувствовать свой контакт с людьми. Я провожу презентации совершенно по-разному, совершенно по-разному провожу и вебинары, и у меня бывали случаи, когда из-за технических ошибок, из-за невозможности подключиться к сервисам, мне приходилось проводить вебинар полностью без аудитории, под записи, чтобы потом залить на YouTube. И, честно скажу, да, что для меня, например, нет сложности выступать перед камерой, не смотря в глаза людям. Но когда ты идешь под запись, тебе не нужно отвлекаться на чат, переключаться, да, думать о каких-то технических нюансах, а можно просто включить запись и разговаривать на камеру. В этом случае мне, например, немножко легче выступать. И вот особенности, которые отличают именно онлайн-выступления. Первое, что нужно запомнить, это то, что вы приходите в дом к людям. Не они присобираются аудитории и приходят послушать вас, а вы приходите к ним. С каждым слушателем, с каждым пользователем вы буквально оказываетесь один на один. Есть вы, и есть он за экраном своего компьютера или ноутбука. Нет массовой аудитории, нет вот этой вот заразности эмоций, когда кто-то начал зевать, и весь остальной зал тоже зазевал. Или когда кто-то высказывает энтузиазм, и все остальные тоже им несколько заражаются. Буквально вы с каждым пользователем оказываетесь один на один. И это вот такое очень личное, довольно интимное общение, где нужно помнить, что именно вы являетесь гостем. Дальше то, что слайды на экране находятся прямо перед глазами. Вот даже сейчас передо мной экран, на котором открыта вебинарная комната, и он находится на расстоянии сантиметров 40-50, то есть довольно близко от меня, в отличие от экрана, который находился бы в аудитории. Из-за его расположения активная часть – это верхняя. То есть я лучше вижу, быстрее реагирую на то, что находится на верхней части слайда. Тогда как, если я сижу в зале, и изображение показано на проекторе, то ко мне, как к зрителю, ближе нижняя часть, и нижнюю часть слайда мне прочитать проще, и проще на ней сосредоточиться. То есть вот такая вот, опять же, техническая особенность того, как располагается экран у ваших зрителей. Если у вас есть какие-то дополнения, еще какие-то мысли по поводу технических особенностей онлайн-выступления, вы можете написать в чат, и мы это с вами обсудим. Дальше очень важно понимать, что камера съедает ваши эмоции. Когда вы общаетесь с глазу на глаз, когда вы наступаете перед аудиторией, вам легко передать им свой энтузиазм, передать свои эмоции, быть жестикулировать, быть заразительным, быть харизматичным. Камера это все съедает. Нужно, ну вот, женщины-преподаватели знают, да, что перед выступлением на веб-камеру нужно наносить более яркий макияж. Нужна более выразительная мимика, более четкая артикуляция. Нужно проработать заранее жестикуляцию и понять, какие жесты будут на камеру, причем с определенным кадрированием, обрезкой сторон изображения, какие будут выглядеть естественно, а какие, наоборот, будут казаться неприятными. И то есть, опять же, камера, то, что снимает вас, то, как она передает сигнал, тоже очень сильно влияет на особенности подготовки к презентации. И, наконец, вот такая, знаете, чисто специфическая боль. Когда ты выступаешь перед живыми людьми, ты думаешь о людях, ты думаешь о их реакции, ты ищешь глазами тех, кому нравится твое выступление и вовлекаешь в общение все больше и больше людей. Когда ты проводишь вебинар, ты следишь не за людьми, ты следишь за техническими особенностями. Не потерялся ли сигнал Wi-Fi? Достаточно ли хорошая скорость передачи сигнала? Слышно, видно ли меня? Вот эти вот вопросы. Нормально ли работает демонстрация экрана? Точно ли все отображается? Или у кого-то экран становится черным? То есть помимо людей, перед которыми вы выступаете, помимо презентации, с которой вы работаете, помимо этого приходится думать еще о большом количестве чисто технических вещей. И это на самом деле очень-очень сложно. Да, на вебинарах помогают модераторы, которые следят за чатом и отвечают на вопросы. Это отлично. Но преподаватель вынужден параллельно выполнять еще и функции специалиста техподдержки и параллельно функции режиссера. На самом деле это довольно сложно и об этом не так часто упоминаем. Теперь давайте посмотрим на онлайн выступления с точки зрения уже зрителей, а не преподавателей. Какие для них проблемы, какие для них особенности возникают, если вы ведете выступление не вживую. Когда мы находимся в зале, когда мы смотрим на выступление спикера, мы можем переключать фокус нашего внимания. Посмотрели на преподавателя, посмотрели на презентацию, перевели взгляд на соседа, заглянули кому-то в экран ноутбука или в блокнот, который он пишет, и мы постоянно смещаем фокус внимания, постоянно смещаем объекты, на которых мы сосредоточены. И таким образом мы можем дольше поддерживать свое внимание в активном состоянии. Если же мы находимся вот так вот со спикером один на один за экраном своего компьютера, то куда бы мы ни смотрели, на чем бы мы ни были сосредоточены, это все равно экран. Да, мы можем отвлечься и посмотреть на что-то, находящееся в комнате, но тем самым мы выпадаем из мероприятия и уходим, уносим часть своего внимания от вебинара. Если же мы сосредоточены на вебинаре, то наш фокус внимания находится на плоском экране. Мы не можем выйти за его рамки, мы не можем выйти за его границы. И неудивительно, что во время вебинара внимание аудитории теряется быстрее. Люди устают через меньшие промежутки времени, и им тяжело быть сосредоточенным, не имея возможности посмотреть за другими людьми, перевести внимание с экрана на что-то другое. Это утомительно, как и для вас утомительно, вести онлайн-выступление, так и для зрителей утомительно следить за ним, вот исходя из технических особенностей. Давайте посмотрим и подумаем, что мы можем сделать для того, чтобы справиться с этими препятствиями, что мы, как авторы презентации, можем предложить нашей аудитории для того, чтобы они меньше уставали и внимательнее следили за тем, что мы говорим и показываем. Первое, что я могу предложить, это подумать над структурой вашей презентации, над тем, как именно вы будете подавать материал и чередовать различные типы активностей. Напишите в чат, какие типы активности вы можете предложить вашей аудитории на онлайн-выступление. Неважно, будет ли это вебинар или конференция, где сразу несколько спикеров обмениваются информацией. Например, любой пользователь, находящийся на вебинаре, он в настоящий момент слушает. У него активен аудиоканал, он слушает и воспринимает то, что говорит спикер. Он рассматривает то, что находится на экране, то есть в данном случае, например, слайды презентации. Он читает, если на слайде есть какой-то текст или если есть какая-то активность в чате. Он может писать сам какую-то информацию в чате. Так, может предложить по типу активности, тест какой-то пройти в конце, то есть интерактив. Какую-то игру предложить тоже, может быть, письменно, может быть, устная. Так, еще варианты. Голосование, опрос. Это все мы относим к интерактивам. Да, выполнить какое-то задание, причем задание может находиться в онлайне, может находиться в оффлайне. Например, во время Zoom созвона можно попросить сделать фотографию котика и загрузить в чат. Это тоже смена активности. Переписать какую-то информацию, да, внести какие-то элементы и графикации, проверить обратную связь и задать вопрос залу или наоборот ответить на вопрос, то есть пользователи отвечают на вопросы или сами их задают. Так, предложить какой-то альтернативный вариант согласиться или не согласиться со спикером, предложить свои варианты, перейти по ссылке на сайт. Да, если у вас есть какая-то инструкция по пользованию программы и сервисом, вы можете включить режим демонстрации и в этом случае пользователи будут следить за курсором, следить за какими-то нюансами интерфейса. Это тоже смена активности. Узнать мнение зала, да, это один из основных вариантов. Что происходит, если мы при подготовке презентации к онлайн-выступлению не думаем о том, как правильно чередовать активность? Позвольте мне построить аналогию с путешествием за сокровищем. Мы узнаем, что где-то есть клад. Запускаем наше приключение, предположим, у нас есть воздушный шар, мы летим на нем, не сталкиваясь с преградами, не сталкиваясь ни с какими опасностями, долетаем до места, открываем сундук, и вот и новое сокровище, которое мы так искали. Вот, чтобы герои достигли своей цели, но будет ли такое путешествие интересным? Будет ли за ним следить интересно, когда путь прямой, и никаких препятствий перед командой героев не стоит? Ну, наверное, нет, ведь про это писатели книжки не пишут. Всегда их рассказ, и, соответственно, их герои, идет через какие-то проблемы и препятствия. Сначала нужно узнать информацию о сокровище, затем на пути воздушного шара может встретиться лес, через который нельзя перелететь, где-то нужно остановиться на отдых, где-то заблудиться, где-то найти какой-то сайт-кид, сторонний квест, потерпеть кораблекрушение и, в конце концов, добраться до клада. То есть в любом случае, когда мы говорим про структуру любого произведения, будь это книга, будь это фильм, будь это сериал или просто какая-то интересная рассказанная устная история, в любом случае герои идут через препятствия, через череду удач и через разочарование. Точно такой же подход мы можем применить и в нашей презентации, чередуя активности, которые предлагаем пользователями. У нас может быть введение, титульный слайд, рассказ о том, чем мы будем сегодня заниматься и с чего будет состоять презентация. В каком-то месте потребуется ускорить темп. Вы все равно разговариваете, у вас есть привычный темп речи. И лучше, если презентация начинается со спокойного, небыстрого темпа, с неспешной смены слайдов и в какой-то момент этот темп может увеличиться. Более эффектно будет, если темп ускорится резко. Не постепенно будет нарастать, а просто будет резкая смена темпа. Это может быть не только речь, это может быть и скорость смены слайда. Где-то нужно сделать паузы, может быть, поставить какие-то даже пустые слайды вашей презентации для того, чтобы иметь возможность с аудиторией спокойно поговорить. Где-то переключиться на активность в чате, где-то подать какой-то пример, где-то сделать выводы, которые действительно можно переписать или сделать скриншот с экрана, а где-то можно эту активность изменить за счет эмоций, за счет рассказа о личном опыте, о собственных каких-то неудачах или попросить наоборот зрителей, пользователей, аудиторию вебинара высказать свои эмоции. И таким образом, если вы возьмете свою презентацию и попробуете разложить ее с точки зрения истории, с точки зрения рассказа, с точки зрения череды активности, в любом случае должна быть смена темпа, должны быть препятствия, должна быть разная активность. Где-то вы должны быть спикером, где-то вы должны попросить аудиторию высказать свое мнение. И в этом случае вы уже сможете сделать презентацию более интересной для слушателей. Краткое резюме. Попробуйте поменять темп речи и скорость перелистывания слайда. Лучше начинать вебинар онлайн-выступления с неспешного, спокойного темпа и затем ускоряться. Обязательно подумайте, где будут стоять паузы. И если в речи нам паузы расставлять естественнее, даже просто мы устали, нам нужно, не знаю, выпить воды на конференции, нужно дать время людям подумать о чем-то, чтобы ответить на какой-то вопрос, поддержите эти речевые паузы еще и в презентации. Пусть будут просто пустые слайды, пусть будут слайды с картинками, пусть будут слайды с вопросами, может быть, в какой-то момент вы просто отключите презентацию. То есть вот это вот тоже важно, делать паузы и визуальные. Попробуйте прием с наращиванием смысла на слайдах. Это вот то, что я показывала до этого. Когда есть какая-то информация на слайде, и мы постепенно ее дополняем и усложняем новыми картинками, новыми данными, новым каким-то текстом. Это позволяет подавать информацию порциями, и это позволяет чаще сменять то, что человек видит перед собой. Потому что, когда он смотрит на экран, когда на экране долгое время ничего не меняется, находится какой-то слайд, уже все рассмотрено, уже все прочитано, человек начинает скучать. И вот такое наращивание смысла позволяет как раз на экране какую-то активность изобразить. Ну и, конечно, вопрос про эмоции. Эмоции — это как раз один из факторов повышения эффективности обучения. И когда тройный преподаватель более эмоционален, более выразителен, и когда слушателям есть возможность высказать то, что они думают по какому-то поводу, это наилучшим способом влияет на процесс обучения. Так, мы поговорили сейчас про структуру самой презентации. А теперь вот такой вот интересный вопрос. А зависит ли то, как будет выглядеть презентация от вебинарной комнаты или от программы, в которой вы проводите свой онлайн? Будет ли презентация для Zoom отличаться от презентации для Мирополиса? Презентация для Мирополиса отличается от презентации для вебинаров? Есть программы и сервисы, которые по интерфейсу очень и очень типичны и друг на друга очень похожи. Есть программы и сервисы, которые наоборот очень сильно между собой отличаются. Но всех мы можем объединить в три большие группы по тому, как располагаются те или иные детали интерфейса. И действительно эти детали интерфейса будут влиять на саму презентацию. Группы выглядят следующим образом. Там, где есть отдельные окна, то есть презентация сама по себе, спикер сам по себе. Группы программы и сервисов, где окна совмещенные, окно со спикером находится поверх окна презентации. И группа программ и сервисов, в основном это сервисы для записи и создания видеопрезентации, чем сервисы и программы для живого выступления. Но тем не менее, важно обратить внимание на группу с объединенным окном, где изображение спикера интегрировано в окно презентации, через, например, удаление фона. И каждая из этих групп, понятное дело, что она влияет на то, как вы будете работать над своей презентацией. Первый и самый простой вариант – это пример совмещенных окон. Вот так выглядит интерфейс и вебинару, и Мирополиса, и большинства других сервисов проведения вебинаров. Это оптимальная раскладка интерфейса, когда есть окно спикера, под ним есть окно чата, там же иногда открываются настройки, какие-то дополнительные окна, и большая часть интерфейса отдается под презентацию или под демонстрацию экрана, для того, чтобы можно было по полной программе развернуть. А здесь, конечно, есть и преимущества. То есть в какой бы сервис проведение вебинаров вы бы не зашли, интерфейс уже выглядит примерно одинаково, выглядит знакомо и для вас, и для пользователей, с ним не так сложно разобраться, и вы знаете, как вы будете смотреться, и как нужно правильно включить презентацию и избежать каких-то типичных технологических ошибок. С другой стороны, получается, что пользователь не видит одновременно вас и вашу презентацию. Он выбирает, либо он смотрит на слайды, либо он смотрит на спикера. К тому же, вот такое расположение интерфейса просто-напросто диктует то, что спикер идет всегда во второстепенную очередь, поскольку его окошко небольшое, на его видео падает меньше внимания, и получается, что от спикера, в принципе, нам нужен только звук. Акцент основной идет на презентацию. Иногда это ограничение можно обойти вот таким интересным способом, как переключением с презентации на окно спикера. Этим способом, к сожалению, пользуются не так часто, но возьмите себе на заметку, что вот такое вот переключение может стать очень сильным и выразительным приемом и способом как раз активизировать аудиторию, встряхнуть ее, показать, что на экране что-то происходит и что-то меняется. Итак, преподаватели презентации в этом случае существуют отдельно, друг от друга, и искать способы как-то связать картинку преподавателя со слайдами на экране нет никакого смысла. Нет смысла думать, что, условно говоря, что задний фон был такого же цвета, как оформление вашей презентации. Это ничего не решает, и об этом думать нет никакого смысла. Макет слайда не меняется. Как бы его делать для любой вебинарной комнаты? Всегда он будет располагаться примерно одинаковым образом. То есть в данном случае изменения в презентацию нет никакой необходимости вносить. Как она существует для скачивания, так она существует для выступления, и примерно так же бы она, скорее всего, выглядела, если бы выступали перед аудиторией вживую в классе. В этом случае все просто, и я не вижу смысла останавливаться на этой группе программы сервисов отдельно. Вторая группа – это группа с объединенным окном. Есть программы и сервисы, которые предлагают именно такой вариант, когда изображение спикера, изображение преподавателя накладывается поверх его презентации или поверх демонстрации экрана. И кажется, что в этом случае тоже нет ничего сложного, ничего особенного, потому что вот преподаватель, вот презентация, какая разница, программа сама думает, как совместить изображение. Но если посмотреть видеозаписи, у меня у самой довольно эта типичная ошибка, то часто может оказаться то, что при таком наложении я не подумала о интерфейсе, о том, что какие-то управляющие панели и кнопки будут закрывать часть изображения, часть настолько важного текста. Где-то, например, при выгрузке такой записи в YouTube сверху накладывается логотип, вот как в правом нижнем углу логотип сила медиа на все видео накладывается, и он перекрывает, например, лицо спикера или какие-то жесты его некрасиво обрезает. И если говорить о совмещенном окне, о том, когда ваше изображение накладывается поверхность на слайды, всегда нужно смотреть заранее интерфейс, заранее спросить, где и какие логотипы будут наложены, и учесть это сразу в макете слайда. То есть вы макет слайда продумываете от конкретного интерфейса, конкретного сервиса и сразу прописываете в нем место, где будет находиться спикер. Большинство программ укладывают окно со спикером в левый нижний угол. Но есть такие сервисы, мы о них будем говорить на следующем вебинаре, которые позволяют, например, прямо во время вебинара перетаскивать изображение спикера и даже использовать изображение спикера как указку, как способ привлечь внимание к какой-то части вашего слайда. Это тоже, кстати, очень интересный и сильный прием. И при таком расположении окон презентации спикера нужно понимать, как вас зеркалит камера. То есть в какой момент вы поворачиваетесь лицом к презентации, в какой момент вы смотрите, наоборот, за рамки вебинара. Как отображаются ваши жесты. Здесь тоже нужно заранее посмотреть и подумать. Возможно, вам придется какие-то ваши типичные жесты переучить на зеркальную сторону. Например, я когда о чем-то интересно говорю, я начинаю склонять голову на правый бок. И таким образом, посмотрев автоматически направо, склонив голову автоматически направо, я таким образом выглядываю за рамки вебинарной комнаты, как будто мне здесь неинтересно, как будто мне хочется отсюда уйти, переключиться на другое окно. Поэтому я часто перед какими-то важными конференциями я репетирую и вот жесты пытаюсь направить именно в левую сторону для того, чтобы они указывали на презентацию, а наоборот не уводили от нее. Вот такой вот нюанс. По-разному смотрится. Я не всегда понимаю, как у меня сочетание камеры, программы и вебинарного сервиса, как они работают между собой, как они переворачивают мое изображение. Иногда смотришь вот так вот на превью, вроде бы все нормально, все в правильную сторону. Начинаешь смотреть в записи на YouTube, как получилось, вы два спикера разговариваете с друг другом. Один, например, задает вопрос, ты на них отвечаешь, и вроде бы кажется, что ты поворачиваешься к своему коллеге и разговариваешь с ним, а потом раз, и на YouTube окажется, что вы смотрите в разные стороны. Очень неприятно на самом деле. И, наконец, третья группа программ и сервисов, это те программы и сервисы, которые позволяют интегрировать изображение спикера в презентацию или, наоборот, презентацию на веб-камеру спикера. Вот сейчас второй вариант, вы видите, это с реальной онлайн-конференции, и вот работа с этим сервисом, конечно, потребовала от меня большого количества репетиций и каких-то технических настройок и быстрого разбора, а почему у программы вот эта кнопка не работает так, как это написано в инструкции. То есть вот ситуация, у меня нет, например, возможности в своей квартире, где я веду большинство вебинаров, сделать полноценный хромакей, у меня не хватает освещения, и я сижу перед окном, что не дает программам и сервисам аккуратно вырезать меня так, чтобы фон сзади подставлялся какой-то специфический. Поэтому с моими техническими возможностями мне проще презентацию наложить сверху на изображение камеры. И вот сейчас вы видите пример, как раз вот по очереди, во время выступления появлялись крути с какими-то подписями, появлялся какой-то текст, какие-то изображения, и это, конечно, смотрится всегда очень эффектно, всегда привлекает внимание и хорошо удерживает аудиторию, но преподавателю вести такое очень-очень сложно, поэтому только для вот таких самых ключевых из выступлений, только для самых важных событий в вашей онлайн-жизни. Вы выступаете и как преподаватели, и как технические специалисты, и как модератор чата часто, и при этом еще и как полноценный режиссер. То есть нужно посмотреть, подумать, как лучше будет выглядеть изображение, и подумать, как вы будете работать с точки зрения актера, то есть какие жесты нужно сделать для того, чтобы указать на какое-то изображение. Вот этот вот способ раскладки изображения я первый раз попробовала более 8 лет назад, когда еще не было вот такого большого количества вебинарных комнат. Мы снимали видеоролик про экологию и говорили про какие-то данные про Курганскую область, и я хотела, чтобы сверху изображения моей ученицы появлялись баблы с цифрами. И мы сделали больше 30-40 дублей, когда она указывала на какие-то значения, пока мы не поняли, как именно нужно действовать в пространстве комнаты для того, чтобы это правильно отображалось затем на видео. И естественно, что цифры мы подгоняли под человека, а не наоборот. И вот сейчас тот опыт, то большое количество дублей мне, конечно, очень сильно пригодилось для того, чтобы научиться делать вот такие режимы совмещенных ока. Это будет у нас на вебинаре по ОБС-студию, я как раз всем этим опытом поделюсь. Как я уже говорила, этот прием очень эффектный, он хорошо удержит внимание аудитории, он позволяет видеть с одинаковой крупностью и информацию, которую вы показываете из спикера. И вот то, что в режиме, когда вы приходите в гости, в личную комнату человека, это смотрится, конечно, очень хорошо и менее официально. Но при этом то количество информации, которое вы можете таким образом показать, оно очень и очень сильно ужимается. Вы не можете даже, скорее всего, писать полноценное предложение на экране текста, потому что совершенно другой режим отображения и совершенно другая крупность текста. И если особенно вы жестикулируете, если вы двигаетесь на экране, то количество пространства, где вы можете написать свой текст, заметно сокращается. Итак, три основных способа расположить информацию и то, как будет использован режим совмещенных окон, отдельных окон или объединенного окна, зависит в первую очередь от программы или сервиса, которую вы используете. Если у вас есть режим отдельных окон, как в вебинарных комнатах, то вам не о чем беспокоиться. Вы, в принципе, можете работать над презентацией без каких-то особых изменений. Если есть возможность сделать режим объединенного окна, это намного лучше для вашего онлайн-выступления, но тогда нужно продумать макет. И, наконец, третий вариант – режим объединенного окна в живом, в синхронном выступлении, только для каких-то действительно особо парадных, особенно важных для вас случаях, но он прекрасно подходит для записи видеопрезентации, для того, чтобы рассказать какую-то информацию на видео и затем загрузить вашим ученикам для прослушивания. И, наконец, про что я хочу поговорить – это про особенности дизайна. Какие правила и принципы дизайна нужно соблюдать, если вы делаете презентацию для онлайна. Об этом говорила на своих вебинарах уже неоднократно, поэтому вот вкратце вспомним эти нюансы. Первое – это текст. Когда мы говорим про текст на вебинаре, нужно держать в уме о том, что многие смотрят вебинар с экрана мобильного телефона. И вы можете ту же самую вебинарную комнату или какое-то видео с YouTube открыть у себя на телефоне и посмотреть, какой примерно должен быть размер текста, для того, чтобы он сам по себе хорошо читался. Поскольку пользователь находится прямо перед своим экраном, размер текста, конечно, может быть меньше, чем если бы вы делали это для аудиторной презентации. Например, то, что вы сейчас видите на экране – это примерно 32 пункта. Вот такой довольно средний размер. Но я могла его и уменьшить, при этом читаемость не потерялась. И когда мы говорим про то, насколько можно уменьшать текст, мы иногда забываем поговорить о том, насколько текст можно увеличивать. Одно дело, если, опять же, это аудитория, конференция, и нам нужен действительно крупный, насыщенный, выразительный шрифт для того, чтобы он хорошо читался с задних рядов. И другое дело, если вы пишете, вот таким образом пишете текст для вебинара. Слишком насыщенный, слишком крупный, полностью написанный заглавными буквами, он воспринимается как крик. И в условиях, когда пользователь находится здесь перед экраном, это для него чересчур. То есть слишком крупный размер текста тоже будет восприниматься плохо. Кажется, да, нам нужна выразительность, нам нужно привлечь внимание, нам нужно как-то задеть эмоции пользователей, но это может сработать наоборот против вас. То есть шрифт может быть мельче. Обычно, когда речь идет про шрифт для аудиторных презентаций, то мы говорим о 36 пунктах и больше. Если речь идет о вебинар, то мы можем шрифт уменьшать. 32-й, 24-й, в некоторых случаях даже 18-й, будет смотреться совершенно нормально. Когда такой слайд будет хорош, с таким цветом и с таким размером. С таким цветом, с таким размером, это в аудитории, с довольно большим количеством рядов, скорее всего, такая вытянутая комната. Это если проектор, который тушит цвета, на нем можно написать таким размером, таким текстом за счет того, что проектор все равно разморит изображение. Это, конечно, с моей стороны, откровенное преувеличение. Даже для живых выступлений мы таким размером текст не пишем. Специально для антипримера сделала такой слайд. Дальше. Как я уже говорила, многое зависит от интерфейса. И поэтому не нужно заполнять слайд целиком. Пользователь сдвинет мышкой, появятся какие-то элементы интерфейса. Вот здесь, сейчас, в вебинарной комнате, если мышкой подвинете, то у вас, скорее всего, какие-то элементы интерфейса возникнут, как у меня, поверх презентации. И если я не сделаю довольно широкие поля, то часть текста, часть изображения этими элементами интерфейса само по себе скроется, обрежется, будет выглядеть не самым лучшим образом. Поэтому вот таких вот слайдов лучше избегать. Тут, несмотря даже на то, что очень много текста, который плохо читается с экрана, такое большое количество текста, оно либо пугает человека, непривычного к длинным текстам, либо, наоборот, полностью вовлекает его в чтение, и он начинает хуже слышать спикера. То есть всегда держите в уме, что даже если мы находимся с пользователем один на один, все равно он либо читает, либо слушает. Второй канал у него работает хуже. И если вы делаете презентацию, основанную на большом количестве текста, то вы как спикер, то, что говорите, вы теряете большую часть внимания. И наоборот, если у вас насыщенная подробностями речь, если у вас много полезной информации, примеров, кейсов, которые вы проговариваете, то на экране лучше оставлять меньше текста, больше, может быть, каких-то иллюстраций. И еще один нюанс дизайна – это большое внимание к изображениям. Если можно пренебречь качеством изображений, готовой презентацию под проектор, то сделать это для вебинара невозможно. Не искажать пропорции, выбирать картинки в хорошем качестве, то есть минимум 1000 пикселей по длинной стороне, думать над тем, как будут читаться надписи на ваших изображениях. И вот такой вот пример делать не стоит. Да, можно прочитать, но при этом нужно сосредоточиться, нужно все внимание от спикера и от презентации перевести на слайд, что, конечно, повлияет не лучшим образом. Что делать, если много текста, надо дать как конспект. В этом случае презентация для выступления и презентация для самостоятельного изучения, их можно сочетать, вот как я говорила, участникам курса по презентациям, сочетать только в комбинированной презентации. То есть какую-то часть слайдов вы показываете во время вебинара, а все слайды, в том числе те, которые содержат конспект, вы даете для скачивания. Очень тяжело показать большое количество текста на экране так, чтобы при этом вас еще слушали. То есть тут вариант, что отдельная презентация для выступления, отдельная презентация для самостоятельного изучения. У меня бывает такое с вебинарами Директ Академии, когда какую-то часть я собираюсь показать на вебинаре как демонстрацию, но при этом мне нужно сделать несколько слайдов презентации, иначе, когда человек скачает презентацию, у него демонстрированный кусок он просто-напросто пропадет. Поэтому я репетирую демонстрацию, делаю при этом несколько скриншотов, добавляю в презентацию, и таким образом у меня реальное выступление и презентация, которую можно скачать после него, они несколько отличаются. Мы тоже сторонник двух презентаций, но не всегда получается убедить коллег. Да, две презентации, либо одна презентация, где часть слайдов скрыта. То есть вы выгружаете, например, ее... Вы знаете, что в PowerPoint можно выгрузить PDF, указав только определенные номера слайдов. То есть вы указываете, например, что каждый четвертый слайд выгружаете, и эту презентацию загружаете в вебинарную комнату. А для скачивания делаете уже полную версию. И сейчас я хочу показать пример работы над слайдом. Как уже Татьяна Викторовна сказала, я готовлю новый курс, посвященный квестам. И для него тоже готовлю визуальные опорные материалы. Я еще не решила, будет это презентация или будет ли это презентация на доске Миро, какой из этих вариантов. Но тем не менее я уже набираю контент. И сейчас покажу кусочек текста. И мы с вами подумаем, каким образом превратить его в слайд для онлайн-выступления. Если много текста, разбейте на несколько слайдов. Тоже не всегда подходящий вариант. Представьте, что у меня, например, для выступления 40 страниц А4. Я могу это проговорить голосом, и это будет выглядеть достаточно нетяжеловесно, потоково. Но если я эти 40 страниц текста с минимальной редактурой, например, уменьшу на 25 страниц и перенесу в презентацию, это же сколько мне слайдов придется сделать и с какой скоростью мне придется их листать на часовом вебинаре. Вот такой вот кусочек текста. Сам по себе он небольшой. Я могу это проговорить условно за минуту, не торопясь, добавить еще какие-то подробности. То есть это вот запись какого-то моего живого выступления, немножко отредактирован. Я хочу сделать слайд, который будет ее иллюстрировать. Вот моя первая попытка. Для упрощения я сейчас не беру никаких иллюстраций. То есть все примеры, которые я буду показывать, будут без схем, без иконок, без картинок. Мы полностью сосредоточимся только на тексте. Подходит ли этот слайд для вебинара? Что в нем не так? Что вы порекомендовали бы изменить, улучшить, переделать? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в чат. Да, где-то может быть лучше схема, но я еще раз повторю, что для чистоты эксперимента мы работаем только с текстом. Про схемы, про иллюстрации – это уже отдельный разговор. Сейчас просто попробуем большое количество информации расположить на слайде так, чтобы это подходило для вебинарной комнаты. Схема диаграммы шрифты, мало информации. Заголовок крупнее, а текст мельче. Давайте опять же пробежимся по нюансам выступления на вебинаре. То есть, как мы говорили, мы думаем про то, как это будет смотреться в интерфейсе, как это будет смотреться в той программе и сервисе, где вы это выступление проводите. Мы думаем, как пользователь будет воспринимать эту информацию. Пунктами, буллетами. Крупный шрифт, выбрать тексты и шрифт. Сейчас, например, если я включаю в вебинар.ру, буду проводить этот вебинар, то детали интерфейса не будут накладываться на слайд. С этой точки зрения с ним все в порядке. Если я возьму другой сервис, например, буду проводить через StreamYard, то на правый нижний угол наложится мое изображение, и часть текста будет закрыта. Не будем ничего читать. Текста на экране слишком мало. То есть вот если я говорю, что у меня на то, что проговорить это голосом, уйдет минута, то вот такой вот слайд для минуты на экране, он недостаточно насыщенный. То есть визуально пользователь очень быстро заскучает, для него здесь мало информации, мало того, что он может рассматриваться, можно рассматривать, и он отвлечется на другие вкладки в браузере, на экран мобильного телефона, на то, что происходит вокруг. Так, поменять местами заголовок и текст, привести примеры. Текст должен быть концентрован или по расширению. С точки зрения центровки и расширения я абсолютно не согласна. Наш паттерн чтения опирается на левый край, и с левого края эту информацию проще считывать, F-паттерн следует следовать. Центровка дает нам сканирование, а не чтение. Заголовки могут быть разные. Заголовок может быть и наоборот специально меньше текста. Тут это уже вопрос вкусовщины. Основной нюанс этого слайда в том, что для вебинара он недостаточно насыщенный. Вот я сейчас уже говорю чуть больше минуты, и у вас на экране висит один и тот же слайд. Насколько сейчас на него интересно смотреть? Обратите внимание, на чем вы сейчас сосредоточены. Смотрите ли вы в чат, смотрите на мое изображение, или уже давно на что-то отвлеклись. Сам по себе слайд недостаточно насыщенный для того, чтобы привлекать внимание. Давайте я сделаю другой вариант. Я ушла в ваши замечания. Я сделала заголовок крупнее, текст меньше. Сделала дополнительные подзаголовки. Там уменьшила размер. А как теперь выглядит этот слайд для вебинара? Так, отлично, многовато текста. Еще какие-то замечания? Мелко, лучше. Опять же, точно так же смотрим. Да, текста много. Текст читается на экране, текст мелковат. Вот, действительно, здесь крупность текста недостаточно даже для экрана компьютера. Для того, чтобы его прочитать, приходится полностью сосредоточиться на слайде. И когда вы начинаете читать то, что написано на слайде, у вас аудиоканал отключается. Вы меньше слушаете меня. Я могу говорить очень какие-то важные, интересные, полезные вещи. Но вы полностью сосредоточены на слайде. То есть в этот момент можно дать такой слайд, но информация, о которой говорит спикер, должна быть не настолько важной. Могут быть ответы на вопросы. Можно вообще включить музыку и дать людям время прочитать этот текст. То есть сейчас слайд перенасыщен, и он полностью отвлекает внимание от спикера. Так, много текста и шрифт мелкий. Можно оставить только примеры. То есть видите, да, что вроде бы да, все хорошо, но недостаточно. Нужно этот слайд еще каким-то образом улучшать. Давайте еще один вариант. Я учла ваши замечания, сделала шрифт крупнее, текста уменьшила. Я убрала примеры. Так, вместо текста можно фотографии и читать вслух текст. Можно, но, как я уже говорила, специально для примера. Сейчас делаем слайды только с текстами. Понятно, что через схемы, через фотографии, через какие-то графические элементы я себя раз в пять, когда готовила презентацию, била по рукам и говорила, мы работаем только с текстом. Не надо сейчас никаких картинок вставлять. Это на самом деле сложно держаться в рамках только текста. Так, скучно. Отлично. Предыдущий больше понравился, потому что более монотонный. Рассматривать неинтересно. Так, лучше каждый раздел на отдельном листе и добавить примеры. Отлично. Совершенно верно. Я добавлю еще один такой момент. Совершенно отвратительная длина строчек текста. То есть, когда мы блоки текста делаем вот такие вот узкие по ширине, они намного хуже читаются сами по себе. И мы увеличили шрифт, но при этом читаемости текста на самом деле потеряли. Так. Отлично. Совершенно верно. Давайте попробуем поправить эту ситуацию и сделать блоки текста более широкими. Для этого мне придется переложить карточки. Сейчас у меня вот вертикальные карточки, я сделаю длинные горизонтальные строчки. Ну и чтобы не было скучно, добавлю заголовок или еще какой-то дополнительный текст. Вот я переформулировала, добавила заголовок, добавила пояснение и разложила строчки по длине. Что не так? Все ли ваши замечания я учла? Может быть, что-то еще стоит изменить и добавить? Ну, информация, ну, понятно, что это презентация для выступления. То есть, говорит еще и спикер. Примеры, какие-то нюансы он может привести и голосом. Важно, чтобы и слайд был. Так. Низ не нужен. Текст внизу. Может не читаться. Верхний текст точно так же. В зависимости от программы и сервиса интерфейс может перекрывать. Я вам уже говорила этот нюанс, что нужно оставлять широкие поля по краям слайда для того, чтобы интерфейс не перекрывал какую-то важную информацию. Не хватает яркого пятна для внимания. Да, согласна. Нужно будет добавить какие-то акценты. Это само собой. Цвет, минимальную анимацию. Выделить какой-то текст. Фрагментарный текст сложен для восприятия. Да, я тут подумаю еще, как с этой информацией справиться. То есть, смотрите, сейчас вроде бы уже лучше разложено на экране, но нет учета нюанса с интерфейсом, да, что нужно добавить поля для того, чтобы интерфейс не перекрывал какую-то часть текста. Да, нижняя строчка не нужна. Тут я тоже совершенно согласна. И вот смотрите, опять же, мы забыли то, про что говорили в самом начале. Мы говорили, что если минуту на экране будет висеть вот такой вот слайд, то это будет слишком скучно. Да, здесь текста больше, чем в самом первом примере. Тут есть на что посмотреть и есть возможность послушать спикера, но при этом на экране остается одно и то же, и внимание аудитории рассеивается. Поэтому для того, чтобы этот слайд улучшить, я предлагаю сделать вот такой вариант. Каждую порцию информации давать на экране постепенно. То есть сначала строчка с тематической, да, совершенно верно. Юлия Порцион добавляет текст, потом строчка с сюжетным сценарием и затем строчка с театрализованным. Так получается, каждый 20 секунд на экране будет что-то меняться, что позволит аудитории быть более сосредоточенной. У людей будет время прочитать каждый кусочек текста и сам слайд будет смотреться сам по себе, будет смотреться аккуратнее. Я согласна насчет того, что очень сильно не хватает каких-то ярких пятен. Да, совершенно верно, Ольга, вы говорите, что текст сделать более насыщенный или подсветить прямоугольник с данной кнопкой. Видите, мы с вами думаем в одном направлении. И таким образом мы соблюдаем и нюансы по интерфейсу нашей вебинарной комнаты, и интересы пользователей для того, чтобы они не скучали, и оптимальное количество информации на экране для того, чтобы можно было и прочитать, и в то же время не отвлекаться полностью от того, что говорит спикер. Двоеточие не нужно, да, не нужно, тут, наверное, лишний вариант. Я бы сделала еще, у меня была мысль сделать более яркий там «и», то есть вот такое описание тематического квеста, вот сюда сейчас вернусь на предыдущий слайд, то есть тематический квест увидеть вот так, а если нужен сюжетный, то нужно вот и это добавить, и вот это добавить для театрализованного квеста, но это уже отвлекло внимание бы от нашего с вами учебного примера. Вот, ну, у меня будет возможность еще доработать, подумать и решить, как лучше представить такую информацию. То есть если речь идет про презентацию, вот как я сейчас показываю из PDF-файла, то я делаю несколько слайдов, на каждый из которых добавляю информацию порциями. Я обычно называю это псевдоанимацией, когда реальной анимации нет, тем не менее есть какой-то эффект изменения информации на экране. Если я буду проводить презентацию через МИРО, то я сделаю наоборот, из-за технических особенностей платформы я скрою часть текста и, ну, например, нарисую сверху серый прямоугольник, и когда буду доходить до следующей порции информации, я буду прямоугольник удалять, и будет эффект как раз появления какой-то информации. То есть так или иначе у большинства программ, у большинства сервисов есть возможность дать как раз эффект псевдоанимации. Мне кажется, получилось отлично. Вы дали очень ценный и удачный комментарий о том, что нужно изменить на слайде для того, чтобы он смотрелся лучшим образом. И напоминаю, что это касалось именно вебинаров, онлайн-выступлений и конференций. 21 апреля на следующем вебинаре Директ Академии этого трека мы будем говорить про запись видеопрезентации. Это как раз будет ситуация с совмещенным окном и с интегрированным окном, то есть как сделать запись не просто вебинарной комнаты, а как перезаписать презентацию так, чтобы она была интереснее, полезнее, и как можно изменить презентацию для того, чтобы на видео она смотрелась еще лучше. Я приглашаю вас записываться на следующие вебинары. Обещаю, что будет интересно. Мы поговорим про такие вещи, как Loom, StreamYard, про знакомые вам расширения для браузера и про программы, которые ставятся на компьютер. И надеюсь, что мои вебинары будут для вас очень-очень полезны. Я готова ответить на какие-то вопросы, если вы напишите их в чате. Сейчас отключаюсь и передаю слово Татьяне Викторовне, чтобы она рассказала, как вы сможете скачать сертификат. Да, запись вебинара появится на канале Директ Академии, как обычно. Желаю вам хорошего.